На открытие нового хирургического корпуса Ивана Матрёнинская детская больница пришли более сотни человек. Это иркутские врачи, коллеги из других городов и стран, в том числе ведущие специалисты в области детской хирургии из Германии, США, а также первые лица города и области. Я уверен, что с этими новыми возможностями, с новым оборудованием, с новым хирургическим отделением наши волшебники, а хирурги детской клинической больницы действительно способны совершать чудо, вы знаете это, получат новые возможности. Для гостей проводят экскурсию по операционным залам. Их в новом корпусе 10. Кроме того, в пятиэтажном здании расположено три реанимационных зала. Центральная стерилизационная станция, диагностические кабинеты, компьютерный томограф. Все помещения оборудованы самой современной техникой. Внедрены новые технологии, которые сегодня используются на самом современном уровне. И главное, что оборудование, которое может работать 5 десятилетий, и кадры подготовлены, могут сегодня оперировать и внедрять эти технологии, реализовывать на благо нашего будущего детей. Камера внешняя показывает все, что есть в этой операционной. Если мы обратим внимание, то в центре этого кадра эндоскопическая стойка, которая позволяет выполнять эндопиоргические вмешательства. А в это время в новой операционной уже работают врачи. Отсюда, из конференц-зала, гости наблюдают, как к двухмесячному пациенту удаляют пупочную грыжу. Руководит процессом один из лучших детских хирургов страны Юрий Козлов. Раньше эти операции протекали в течение 30-60 минут, возможно. Сейчас вы увидели, что эта операция протекала не больше 5 минут. Таких пациентов очень много у нас, и с помощью таких новых технологий эндоскопических мы можем обеспечить им такой оптимальный послеоперационный комфорт. Этот ребенок, я вам хочу сказать, проснется после операции через 15 минут. Примерно через 2 часа мама его возьмет на руки, покормит, и через 3 часа он будет уже находиться дома. Новый корпус строили 6 лет. На его возведение оснащение ушло 916 миллионов рублей. Это средства из бюджета всех уровней, выделенные в рамках целевых программ. Мы уже перестроили структурную больницу, помимо того, что строительство само было. Во-вторых, оснащение, научить людей пользоваться тем, что это же целая эпоха. Мы сделали просто сегодня новый шаг в развитии детской хирургии в нашем городе, в нашей области. Ну и, может быть, не побоюсь сказать, в стране. В планах продолжить оснащение операционного блока оборудованием, а также создать на базе лечебного учреждения консультативный центр, где будет оказываться экстренная медицинская помощь детям Иркутской области. Галина Тюрнева, Александр Мокин. Новости сейчас. Галина Тюрнева, Александр Мокин. Новости сейчас.